Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Национальный совет Западной Армении приглашает в поход на Арагат. Национальный совет Западной Армении присоединился к Американно-армянскому призыву за права человека. Посетите Арцах, посетите хотя бы для того, чтобы армяне, живущие в Арцахе, не чувствовали себя одинокими. Поистолкновение в Манджибе и Африне против турецких оккупантов. Жители, пострадавшие от сильной жары Карса, спешат к озеру Чилдер. Памятник Малатия Арсан Тепе в Западной Армении включен во всемирный постоянный список ЮНЕСКО. Национальный совет Западной Армении любезно приглашает всех присоединиться к ежегодному маршу на южную вершину Арагатса, чтобы отдать дань памяти нашим полководцам и соратникам. Желающие могут присоединиться к нам у озера Амберта Арагатса 4 июля в 10.30. Чтобы подняться с нами, звоните плюс 374-60-521-920. Мы с нетерпением ждем встречи с вами. Президент США Байден и госсекретарь Блинкен не смогли противостоять международному терроризму. В 2020 году кандидат Джо Байден пообещал объединить мир для борьбы с транснациональным терроризмом. Однако президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен не наложили санкции на Турцию и Азербайджан за финансирование и вооружение самых известных наемных террористов-джихадистов. К ним относятся ИГИЛ, дивизия Хамза, бригада султана Мурада, бригада султана Сулеймана Шаха, фракция Аль-Ашмат, фронт Аль-Нусра и другие. В прошлом году Турция перевела несколько тысяч членов этих организаций из Сирии и Ливии в Азербайджан до непредсказуемого Азербайджана-турецкого вторжения в Армению и Арцах. Сотни членов Конгресса Европейского парламента, Сирийского наблюдательного центра по правам человека в Соединенном Королевстве и Организации Объединенных Наций, а также такие лидеры, как президент Франции Эммануэль Макрон, осудили Азербайджан и Турцию за это. Международные СМИ неоднократно подтверждали причастность этих террористических организаций к войне с армянами. Армения также направила в ООН письма, основанные на документальных данных, подтверждающих использование террористов или наемников. Полная версия статьи доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. Дорогие соотечественники, дорогие армяне, люди. Прошло 7 месяцев с того дня, когда наша 30-летняя действительность полностью изменила свой имидж. Этот период каждого года был временем для наших соотечественников, проживающих в республике Армения, в диаспоре для иностранцев, чтобы открыть для себя Арцах, насладиться чистотой природы, познакомиться с многовековой армянской и христианской культурой. Страна, находящаяся в постоянной опасности войны, в то же время дала всем душевный покой, навсегда соединив его с этой землей. Многое изменилось. Сегодня в Арцахе много трудностей, последствия войны лишили Арцах былого очарования, но никогда не лишили его смысла и глубокого содержания. Но мы здесь, на том же месте, надеемся снова встать, вместе со всеми вами. Посетите Арцах, посетите хотя бы для того, чтобы 100 тысяч армян, живущих в Арцахе, не чувствовали себя одинокими. В вашем присутствии вы укрепите армян, живущих в Арцахе, чтобы Арцах всегда был армянским. Вставай и приходи, тебя здесь ждут. Добавим, что оккупированная Западная Армения, как и Арцах, нуждается в нашем визите и единстве. Между силами военного совета Манжиба и протурецкими группировками произошли столкновения на фронте Ас-Саджур в районе Манжиба. Кроме того, поступают сведения, что сегодня в районе 9 утра деревни Арида и Биркетик кантона ГРСП Тель-Абьят подвергаются обстрелам со стороны турецкой оккупационной армии и ее наемников. Напомним, что в понедельник вечером деревня Хирбека в районе Шарава оккупированного кантона Африн подверглась артиллерийским и минометным обстрелам со стороны турецкой оккупационной армии и ее наемников. Военкоры отмечают, что оккупанты нанесли удар по школе, в которой проживает ВПЛ из Африна. Сведения о причиненном ущербе пока не поступало. Город Карс, Западная Армения, переживает самое жаркое лето за последние годы. Температура воздуха в городе 30 градусов. Не выдержав жары, горожане отправляются на озеро Чилдер, чтобы остыть. Здесь, немного отдохнув под фольными деревьями, горожане ныряют в ледяные воды озера Чилдер. Напомним, озеро Чилдер – одно из крупнейших озер Западной Армении, расположенное на границе Ардахана и Карса. Уважаемые соотечественники, приглашаем вас посетить один из райских уголков Западной Армении, где у вас будет возможность познакомиться с природой нашей Родины и при этом насладиться отдыхом. Близится к завершению работы по включению исторического холма Арслан-ТП в Малатье. Западная Армения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Окончательное решение будет принято после встречи с представителями ЮНЕСКО, которое состоится с 18 по 31 июля. Ожидается, что в результате переговоров центр Арслан-ТП в Малатье, которому более 7 тысяч лет, будет включен в постоянный список ЮНЕСКО. Холм Арслан-ТП был обнаружен на месте археологических раскопок Арслан-ТП с богатой историей. Это самое раннее и единственное древнее место, свидетельствующее о существовании многих цивилизаций. Является всемирно известным культурным наследием. Ожидается, что 2022 год будет объявлен Министерством культуры и туризма годом Арслан-ТП. Далее для вас Ануш Балбабиан Чолейка Рунг. Ануш Балабиан Чолейка Рунг. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего.